Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами будет равна стоимости общения внутри своей страны. Уточнил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким. Ну, давайте все-таки будем полагать, что можно верить в такие сообщения. И вот сегодня, друзья, такая... Ну, тоже, может быть, в преддверии первого апреля, так скажем, дня шуток всемирных. И так императорскую корону можно будет потрогать. И вот какое в этом удовольствие, вы понимаете? Нам все время какие-то вбрасывают... Это, знаете, как рыбью шелуху разбрасывают по небу, чтобы она сыпалась на нас в виде новостей. И, вероятно, так занимают русский мозг, чтобы... Ну, конечно, чтобы не думали о том, что где-то что-то происходит серьезное. А люди должны думать о том, что императорскую корону можно будет потрогать. Абсурд. Страна абсурда, друзья. 31 марта русский музей проведет для СМИ презентацию тактильной копии Большой императорской короны. Ну и что это такое копия? Потому что кто же корону даст трогать руками, холопом? Вы понимаете, о чем я, да? Никто никогда, никакую корону холопом не дадут потрогать. А что там, тактильную или нетактильную копию создали? Да вообще, по большому счету, я говорю, рыбья чешуя с неба на наши головы в виде информационного потока, а где-то гибнут люди. Также в музее будут представлены скульптурные портреты императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Экспонаты позволяют незрячим, слабовидящим людям составить более полное впечатление о произведениях, а остальным посетителям прикоснуться к тому, что обычно трогать нельзя. Лучше не трогайте, друзья. Неизвестно, чем там, какими новичками потерли. Также в Михайловском дворце появится тактильный макет здания и прилегающей территории. Американский журнал составил список топ-100 компаний этого года. В нем представлены организации, оказывающие исключительное влияние по всему миру. Список затрагивает различные сферы, включая здравоохранение. Пионеры. В нее вошли такие компании, как Oxford, Nanoport Technology, Open Air и другие. Титаны. В этой категории оказались Pfizer, Ford, Microsoft, Apple, ну да, Netflix, Disney и другие. Лидеры среди них оказались Sportify, Alaska Airlines, Bainsega, Reddit и новаторы. Сюда попали разрушители. В эту категорию вошла площадка TikTok. Вот такие, друзья, совершенно глупые новости. Ну что же, это то, во что нас хотят заставить верить. Но, друзья, вообще-то ситуация довольно серьезная в мире. Она нагнетается с каждым днем. А вот эта рыбья чешуя, о которой я вам сейчас прочитала, да, она тоже для чего-то дается, чтобы отвлечь внимание. Ну, наверное, просто отвлечь внимание. Может быть, там, конечно, тоже какая-то закодированная фишка есть, как, допустим, в короне. Ну, с короной, да, что-то они переборщили. А вот есть еще. Власти Литвы заморозили недвижимость семьи экс-сео аэрофлота Полубояриного. Власти Литвы заморозили недвижимое имущество в Паланге Михаила Полубояриного до конца марта. Он возглавлял российскую авиакомпанию Аэрофлот. Причина – санкции Европейского Союза в отношении России. Об этом сообщила компания латвийская ЛРТ. Две квартиры были, две семья купила в 2008 и 2016 годах. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этой недвижимости составляет не менее полумиллиона евро. Ну и что? Ну и арестовали, я не знаю, что здесь. А вот другое, наверное, друзья, на фоне рыбьей чешуи мы с вами, наверное, об этом хотели наши хозяева сказать нам, когда про корону-то подсовывали информацию и про аресты недвижимости в Литве, что вообще совершенно неинтересно. Но Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. «Как вам, друзья? А там мало людей полегло? Весенний призыв. Но, кажется, Владимир Путин говорил о том, что мальчишек не используют, что призывников, то есть срочников, не используют в спецоперациях. А кого же там с поля боя даже не вынесли? Тех, кого уже там нету, да? Их там оставили, они там лежат, никому не нужные, их там нету. Вот ведь политика, а? Их там нету, и все. И никаких призывников там нет, и никаких срочников там их нет. Там их быть не может. Вы должны это себе уяснить, люди страны Советов, которые хотят назад в СССР. Смотрите фильм «Тальяночка», и вам там все сказано, что это такое был СССР. Ну, если кто проглядел, и кого не коснулась та самая ситуация жутчайшая, смотрите фильм «Тальяночка». «Тальяночка», призывная кампания начнется 1 апреля, завтра, 2022 года, и завершится 15 июня 2022 года. Мамки, мамки, я не знаю, что вам сказать, я просто не знаю. Но если вы как бараны, ну, тогда я действительно ничего не могу сказать. Ютуб не разрешает, СССР не разрешает открывать рот. А что делать-то, друзья? Вот что мне вам говорить? Каким образом с вами общаться? Я даже сказать не могу то, чего я хотела бы вам сказать, но не могу. Согласно указу, в вооруженные силы будет призвано 134 500 граждан. Вуаля! 134 тысячи с половиной на Японию посылать надо, на Кавказ посылать надо, а этих неизвестно сколько осталось. 150 тысяч было на границе с Украиной, когда Россия входила в свою спецоперацию. Было 150 тысяч. Где они? Сколько осталось? Ничего не знаем. Там якобы еще продолжается спецоперация. Вот это замыливание глаз, и что дальше? А дальше на Кавказ? Уже ушли. Уже ушли и пойдут еще. И на Японию. А вот там будет. Япония просто так не сдастся, друзья. Я бы хотела, конечно, кое-что рассказать по Японии. Там вообще-то почему эта война на Японию собирается идти Китай? Это страшно, и, в общем-то, здесь очень древние, очень сложные отношения между Японией и Китаем. И Китай будет теперь порабощать Японию. Как удастся ли ему это? Но здесь не все так просто. Я не могу сказать, что так просто Япония сдастся. Нет, друзья. А поэтому нужны еще определенные силы. Российская, свежая. Мамки, я не знаю, что вам говорить. Не знаю. Итак, сейчас весенний призыв. Будут призваны 134,5 тысячи. Это на 7 тысяч больше, чем осенью. И на 150 человек меньше, чем весенний призыв 2021 года. Это вот Министерство обороны вот так нам дает эту новость. Чтобы мы тоже ничего не сообразили. А что же вообще-то готовится? Готовится страшно, друзья. Страшно и готовится. Слушайте мой ролик обращения пахарям, и вы поймете. Так, ну что, друзья. Сеятели и пахари приготовятся. Пашни уже определены. Теперь нужно только вспахать. Пахари тоже определены. Все пахари заняли свои боевые позиции. И вот-вот начнется пахота. Весенняя пахота. Все к ней приготовились, друзья. Да вот скоро это будет. Совсем-совсем-совсем-совсем скоро, друзья. Все случится, потому что весна дышит. Почки набухли. И пахари приготовились. Полностью вооружились. И приготовились. Ну, техникой, конечно, вооружились, друзья. Чем еще можно вооружиться? И приготовились пахать. Вспахивать землю до невозможности. Раз весна, значит, необходимо вспахивать землю. Приготовьтесь, друзья. Весна будет бурной, жаркой. Я желаю всем, кто причастен, друзья. Кто еще на службе, боевой службе. Будьте внимательны, друзья. Не пытайтесь быть зверем во время пахоты. Хотя, может быть, конечно, это зверство. И помогает хорошо вспахивать землю и быть потом в выигрыше. Но весна грядет. Жирные пахоты и жирных приношений земле. Совсем-совсем скоро. Жара идет. Жара с косой. Та самая с косой идет на пахоту земную. Пахотные земли определились уже сразу в нескольких местах. Эти пахотные земли будут вспаханы пахарями. И каждый знает свою роль. И каждый знает свое место. Какую землю и где и когда он будет вспахивать. Когда – это вопрос, конечно, такой особый. Потому что даже там наверху не знают, когда поступит сигнал на вспахивание земли. Будьте внимательны. А это вам просто моя подсказка, что пришла весна. Пахотные земли определены. И пахари тоже ждут. Начало посевной. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Пахари, не теряйте свой человеческий облик. Там наверху все спросится.